Добрый вечер! Вы на Щелковском. Это программа «Диалог» в прямом эфире. Позвонить нам в студию можете по телефону 71440-71450 и задать вопросы нашему сегодняшнему гостю. Это начальник финансового управления администрации городского округа Щелково Александр Фрыгин. Добрый вечер! Добрый день, уважаемые телезрители! Ну что, как говорится, Новый год наступил. И новый бюджетный год наступил. И по традиции мы подводим итоги. И в данном случае итоги бюджетного 2019 года. Есть вам о чем рассказать, я знаю. И думаю, что сегодня будет насыщенный разговор. Бюджет – тема интересная, поэтому давайте начнем с тех моментов, которые хочется отметить. Добрый день еще раз, уважаемые телезрители! Сначала немного истории, поскольку те преобразования административные и территориальные образования в Щелковском муниципальном районе, сейчас это городское поселение Щелково, они оказали свое влияние и на формирование бюджета, его исполнение и основные показатели, которые характеризуют бюджет. Если брать сравнительно недавнее время, это середина 2018 года, на территории Щелковского района осуществляли свою деятельность 10 поселенческих администраций, соответственно, были сформированы представительные органы, 5 городских и 5 сельских, за которыми закреплены были самостоятельные бюджеты с доходами, расходами, со своей организацией бюджетного процесса, со своими должностными лицами. И существовал районный бюджет, все вместе это составляло консолидированный бюджет Щелковского муниципального района. В середине 2018 года в связи с присоединением к городскому округу Лосино-Петровский были ликвидированы бюджеты двух поселений, это Анискинское сельское поселение и Свердловское городское поселение, за которыми были закреплены собственные доходные источники и расходы, которые производились или осуществлялись на территории этих поселений. Здесь была одна особенность, которая связана с тем, что часть доходов, которые собиралась на территориях этих поселений, поступала в районный бюджет. Это в первую очередь налог на доходы физических лиц, часть налога на доходы физических лиц. Налоги, которые поступают по специальным налоговым режимам, они существуют для организации малого и среднего предпринимательства, индивидуального предпринимательства, в 100% объеме они поступали в районный бюджет. Это упрощенная система налогообложения, единый налог на умененный доход. Кроме того, на территории этих поселений производились и расходы, которые осуществлялись за счет районного бюджета, и они были связаны главным образом с расходами или затратами на систему образования. Это содержание сети детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. Всего 12 учреждений содержалось на этих территориях за счет районного бюджета. Кроме этого, за счет районного бюджета здесь осуществлялась часть расходов по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству. Поэтому при переходе этих двух поселений в состав городского округа Лосино-Петровский были тщательно проанализированы и доходы, которые поступали с этих территорий в районный бюджет, и расходы. Они примерно нивелировались. Доходы составляли чуть большую сумму. И после подсчета и выверки этих расчетов как с этими поселениями, так и с Московской областью, компенсация была получена из бюджета Московской области, поскольку у нас выпало доходов немного больше, чем мы производили расходов на территории этих поселений. Ну и самые значительные изменения, они были связаны с принятием закона Московской области об образовании на территории Щелковского муниципального района городского округа, то есть преобразования территории района в городской округ Щелкова. Были ликвидированы в соответствии с законом Московской области все территориальные поселенческие администрации, советы депутатов и там, где были контрольно-счетные органы, то есть все органы местного самоуправления. И в 2019 году сложилась в определенной степени уникальная ситуация, которая никогда не повторится, и которая связана с тем, что несмотря на ликвидацию всех органов местного самоуправления на территории этих поселений бюджеты, по-прежнему исполнялись в том объеме, которые были утверждены представительными органами ликвидированных поселений. Они были утверждены в конце 2018 года в соответствии с бюджетным законодательством, то есть утверждена их доходная часть, утверждена их расходная часть, утвержден дефицит бюджета, то есть все показатели по доходам и расходам. Осуществление бюджетного процесса оно протекало в соответствии с бюджетным законодательством и с теми правилами и позициями, которые приняты представительными и исполнительными органами этих поселений. Действовали налоги. Как правило, имущественные налоги – это земельный налог, и налог на имущество физических лиц закреплены за поселенческими бюджетами и с теми правилами, которые утверждены в соответствии с решениями представительных органов этих поселений. Они, собственно, и исполнялись. В этой связи перед администрацией района, перед советом депутатов стала как бы двоякая задача. Это, во-первых, исполнять бюджеты, которые были утверждены представительными органами, не допускать долгов, возникновение кредиторской задолженности, следить за наполнением доходной части бюджета, исполнять расходные полномочия на территории этих поселений. Все эти обязанности в связи с ликвидацией органов местного самоуправления поселенческого характера, они были возложены на районную администрацию. Все уточнение бюджетов, контроль за исполнением бюджетов, кассовое обслуживание и исполнение бюджетов, то есть вот эти термины, которые связаны с непосредственным ходом бюджетного процесса, они также были возложены на районную администрацию. Какие итоги исполнения бюджета, или исполнения, точнее сказать, бюджетов этих поселений? Первое – это то, что мы придали большое значение органам территориального управления, которые были созданы на этих территориях, и которые в определенной степени отвечали за исполнение бюджета. Но основная тяжесть, я подчеркиваю, легла на органы местного самоуправления муниципального района или городского округа Челково. Все бюджеты за прошлый год были исполнены. В середине года нам удалось побороть негативную тенденцию, которая связана с районным бюджетом, коснусь сначала его, поскольку он является краеугольным камнем, основой исполнения бюджетов. Собственно, на его основе строился и бюджет городского округа, совместный бюджет или консолидированный бюджет территории. Мы побороли негативную тенденцию, которая связана с выпадением доходов в связи, как я сказал уже, с присоединением двух поселений к территории городского округа Лосино-Петровский. И исполнение доходной части бюджета в части поступления собственных доходов, это имеется в виду налоговый и неналоговый, говорит само за себя. За прошлый год мы собрали 3,4 миллиарда рублей на территории Челковского муниципального района, имеется в виду только бюджет района без учета поселенческих бюджетов, что выше уровня 2018 года на 4,5%, когда мы собрали 3,2 миллиарда рублей. При этом в полном объеме финансировались расходы, которые были предусмотрены районным бюджетом. Дефицит бюджета покрывался за счет собственных источников. Мы не прибегали к кредитным ресурсам банков и к кредитам, которые можно было получить из вышестоящих бюджетов на покрытие временных кассовых разрывов. Что касается поселенческих бюджетов, которые исполнялись в 2019 году, здесь ситуация была неоднозначная. Были бюджеты, в принципе, благополучные. Это можно назвать бюджет городского поселения Щелково, это, если брать сельские поселения Трубино, это Гребнево, которые исполнялись с профицитом, и, собственно, доходные источники, они поступали планомерно, и не было беспокойства за то, что мы не профинансируем какие-то мероприятия. Или какие-то учреждения. Что касается остальных бюджетов, то здесь определенные опасения были. Они связаны или с наличием определенного объема кредиторской задолженности, как, например, по городскому поселению Фрианово, или с долгами перед банками, как в сельском поселении Огуднево. Но, тем не менее, нам удалось выправить ситуацию, особенно, к концу года. И все бюджеты, за исключением городского поселения Монина, они были исполнены. Бюджет городского поселения Монина исполнен на 99,5%, ну, почти на 100%. Мы недополучили, у него всего полтора миллиона рублей. Все остальные бюджеты, еще раз хочется напомнить, мы исполнили с превышением плановых назначений. Вот вы все так сказали, выверено, четко, я бы сказала, таким экономическим языком, да, но употребили такое выражение, как благополучный бюджет. То есть, насколько я понимаю, правильно ли я понимаю, это полное правильное расходование средств на те программы, на которые они были заложены, правильно? То есть поселение, оно распоряжается своим бюджетом в рамках определенных тех же самых программ, да, целевых. И насколько это благополучно, вот давайте разъясним, что такое благополучный бюджет и, скажем так, опять же, с чего он сложился, да, вот для поселений. Вот просто немножко коснемся, чтобы жители понимали. Ну, здесь основное внимание уделяется расходам, но я бы начал здесь с доходной части. Прежде чем что-то расходовать, надо заработать, надо наполнить бюджет. Об этом иногда забывается. Но мы в первую очередь при исполнении бюджета обращали внимание на выполнение доходной части бюджета. Это, в первую очередь, поступление налога на доходы физических лиц, как нашего основного источника. Поэтому мы заинтересованы, я думаю, все муниципальное образование заинтересовано в росте заработной платы, в своевременной выплате заработной платы, в своевременном поступлении платежей. Второй наш источник – это имущественные налоги, это земельный налог с организацией и с физических лиц, это налог на имущество физических лиц. Если первый источник дает подавляющую часть 60%, более 60%, второй источник – имущественные налоги, он дает около 10% поступлений. По прошлому году это 12% составило. Также большое значение мы придаем развитию малого и среднего бизнеса, поскольку в бюджет здесь поступают платежи, взимаемые по специальным налоговым режимам. Это единый налог на умененный доход, 100% поступает в районный бюджет, и налог, который поступает по упрощенной системе налогообложения, 50%. Вот эти налоговые источники составляют краеугольный камень наполнения нашей доходной части бюджета. Что касается неналоговых доходов, то основную роль здесь играют арендные платежи. Это аренда муниципального имущества и аренда земли, то есть его имущественного комплекса, который находится в распоряжении администрации. Он также составляет порядка 10% поступлений. Вот основные источники поступлений. Что касается исполнения расходной части бюджета, то да, здесь особое внимание уделяется целевому направлению средств, экономному использованию средств, расходованию средств в тех рамках, которые, это называется, потолки расходов, которыми определены потолки расходов, выше которых нельзя расходовать деньги, использовать деньги. И все это вписывается в общую картину, которая называется сбалансированность бюджета. То есть непревышение расходов над доходами. Конечно, хочется иногда сделать что-то хорошее, но, тем не менее, есть определенный ограничитель. Наполняемость бюджета или доходный потенциал, выше которого просто прыгать нельзя. Да, я просто это к чему? К тому, что, да, действительно, у нас жители иногда задают вопросы и спрашивают, а вот можно ли построить еще один бассейн, еще один фок, еще одно? И понимание того, что это все-таки зависит действительно от бюджета, да, и конкретно бюджета городского округа Щелкова, оно должно быть. Поэтому я и обратилась к этому моменту, да, что вот все-таки бюджет, как говорили, экономика должна быть экономной, да, то есть есть определенный уровень расходования средств, и это тоже надо учитывать, в том числе и вот по таким моментам. Но, как говорится, от итогов года к тому, что называется в наступлении нового года, это связано, опять же, с организацией бюджетного процесса, как в этом году обстоят дела на этом уровне и на сегодняшний день. Ну, здесь хотелось бы подчеркнуть преемственность бюджетных показателей. С 1 января 2020 года все поселенческие бюджеты и районный бюджет, они ликвидированы, они явились составной частью бюджета городского округа, и поэтому с 1 января мы исполняем бюджет, мы исполняем единый бюджет городского округа. Все счета районного и поселенческих бюджетов закрыты, и все доходы поступают на единый счет бюджета городского округа, и, соответственно, расходы муниципального образования осуществляются с единого бюджета городского округа. В этой связи хотелось бы обратить внимание на бегущую строку и обратиться к плательщикам налогов. С этого года изменились реквизиты поступлений. Как всегда, это вызывает определенные трудности. По-прежнему, ну, как бы по инерции мы зачисляем платежи по старым реквизитам. Они все зачисляются в этом случае на невыясненные поступления. И необходимо какое-то время, чтобы их разогнать. Я думаю, ситуация стабилизируется где-то ко второму кварталу, но, тем не менее, еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что при заполнении платежных документов учитывались уже новые реквизиты, городского округа. Собственно, все взаимоотношения с областью в части выделения субсидий, субвенций, дотаций, то есть всех межбюджетных трансфертов, они также осуществляются через единый бюджет городского округа. Поскольку все бюджеты, ранее существовавшие бюджеты поселения и муниципального района, они в настоящее время закрыты. Звоночек в студию поступил. Добрый вечер, мы слушаем вас. Вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Александр Владимирович. Добрый день. Можно задать вопрос? Вот существуют ли риски неисполнения бюджета? Существуют ли риски неисполнения бюджета? Неисполнения. Неисполнения бюджета, да. Существующие риски неисполнения бюджета мы должны учитывать. Собственно, для этого мы и работаем, чтобы учитывать эти риски. Жизнь сейчас меняется очень быстро, события протекают очень бурно. Поэтому мы должны быть готовыми к развитию любых ситуаций. Ну, приведу несколько буквально примеров по памяти. Конец 2018 года бюджеты уже все утверждены, и поселенческие, и районные, собственно, так, как и положено по бюджетному законодательству. И по инициативе президента были внесены изменения в налоговый кодекс, которые касались освобождения от уплаты земельного налога довольно большой категории наших с вами сограждан. Это пенсионеры, сейчас к ним прибавились еще предпенсионеры. Изменения коснулись освобождения шестисоток земли. То есть шесть соток земли получили льготу по уплате земельного налога. Мера, безусловно, нужная, поскольку не так велик доход у этой категории наших с вами сограждан. Но, тем не менее, это отрицательно отразилось на исполнении и формировании доходной части бюджета. Подчеркну, что бюджеты к этому времени были уже утверждены. Мы потеряли, если брать в целом по консолидированному бюджету района, порядка 80 миллионов рублей. Поэтому вот этот риск неисполнения бюджета, мы должны учитывать его при формировании. Что будет, если произойдет такая ситуация? Еще один пример. Предприятие банкроты. Это, конечно, очень негативная ситуация предприятия банкроты. Помимо того, что это не платежи в бюджет, вот этот негатив, он распространяется на всю цепочку взаимоотношений с контрагентами. Контрагенты, в свою очередь, не получают положенных денег. В свою очередь, они не могут оплатить за поставку товаров и так далее. Помимо этого, еще и источник социальной напряженности. Ведь банкротство предприятий означает высвобождение значительной части работников. По сути дела, потери рабочих мест. Поэтому это необходимо учитывать. Вот эту негативную ситуацию. Хотя здесь есть и определенные проблески. Вот приведу пример по двум поселениям. Это у нас Трубинское сельское поселение, которое получило от предприятия банкрота значительные суммы денег. Это сельхозпредприятия «Новая Литвина». На них мы не рассчитывали. Но сельское поселение Трубинское получило эти деньги. И за счет этих средств смогло провести значительную часть работ в учреждениях культуры, в учреждениях спорта. Напряженная ситуация у нас складывалась буквально до последних дней декабря с Медвежьо-Озерским сельским поселением. Когда бюджет этого сельского поселения не исполнялся. Самое слабое исполнение бюджета было. И тут предприятие «Банкрот» благотворитель по решению судебных приставов получил значительную сумму денег по земельному налогу. В результате бюджетные показатели по бюджету Медвежьо-Озерского сельского поселения были перевыполнены. Мы внимательно отслеживаем поступления по крупным плательщикам, которые являются нашим золотым фондом, на которые мы надеемся. Это наши предприятия «Конафан Продакшн», «Мунтон», «Агрохим», «Щелково-Агрохим», другие предприятия. Это главные плательщики налога на доходы физических лиц. Одно дело, когда прибыль направляется на расширение производства. Это так называемый отложенный эффект. Когда мы, естественно, не получим, поскольку платежи из прибыли не зачисляются к нам в бюджет. Другое дело, что деньги поступают на выплаты дивидендов, с которых платится налог на доходы физических лиц. Повторяю, вот эти все риски мы должны с вами учитывать, отслеживать и иметь определенный запас прочности. Собственно, так мы сформировали и бюджет 2020 года. О бюджете 2020 года мы еще, конечно, будем говорить. Но просто, знаете, информация, которую я владею, действительно, что мы выбрались из достаточно серьезных кредиторских задолженностей. И это говорит о том, что, наверное, большая работа проделана. И в том числе, да, с точки зрения экономики, наш округ в общем и в целом, наверное, скажем так, довольно-таки неплохо развивается. Будем надеяться, что и в 2020 году в наступившем наши запасы и прочность, она, в общем-то, нас не подведет. Я предлагаю сейчас сделать небольшой перерыв, прерваться на рекламу. Но, собственно говоря, о бюджете 2020 года, о программах этого бюджета мы еще поговорим. Не уходите далеко, скоро вернемся. Возвращаемся в студию. Продолжаем говорить о достаточно увлекательной теме бюджета городского округа Щелкова. С начальником финансового управления и администрации городского округа Щелкова Александром Фрыгином. Александр Владимирович, еще один очень важный момент, коль мы коснулись этой темы преобразования Щелковского района в городской округ Щелкова. Соответственно, изменения, они, естественно, очевидны. Мы о них уже сказали, упомянули. И давайте все-таки поговорим о той работе, которая предшествовала вот этому моменту, в смысле, в плане бюджета, да, вот над этими показателями, над нормативной базой. Об этом расскажите, пожалуйста. Безусловно, такая работа в прошлом году проводилась, поскольку это было связано с изменением самой структуры, самой системы формирования бюджета, перехода от поселенческой модели к единому бюджету городского округа Щелкова. В первую очередь это касалось унификации всех тех документов, нормативно-правовых актов, которые принимаются на местном уровне. В первую очередь это положение о бюджетном процессе было переработано. Каждое поселение имело свое положение о бюджетном процессе, район имел свое. Вот этот документ необходимо было унифицировать и уже привязать к исполнению бюджета городского округа. Это раз. Второе, необходимо было унифицировать налоговую базу, поскольку решения, которые принимались каждом поселении по формированию и уплате имущественных налогов, это налог на землю, налог на имущество физических лиц, они были различны. Каждое поселение выстраивало свои приоритеты. Я не хочу сказать, что одни были плохие, вторые хорошие. Но у каждого они просто были свои. Нет, конечно, они были разные. Каждое поселение применяло свою систему ставок, льгот, естественно, в пределах действующего законодательства. Они видели так организацию местных налогов, как они видели. Это, естественно, каждое поселение должно выстраивать свои приоритеты, свои основные направления, поскольку это касалось в основном населения, которое проживает на соответствующей территории. Но требования действующего законодательства, они, естественно, распространяются на весь городской округ. Поэтому перед тем, как составлять общий документ, это положение, принятое решение Совета депутатов, проекты решений, мы изучили нормативную базу поселенческих бюджетов, изучили объемы поступлений, изучили объемы льгот, ставок, то есть всех тех позиций, которые важны при формировании местных налогов. Естественно, здесь были определенные дискуссии, споры, но тем не менее мы пришли к общему знаменателю и единый документ, который касается поступления имущественных налогов, он был принят. Тем не менее, в 2020 году по отношению к населению действуют еще старые поселенческие налоги, поскольку они уплачиваются в текущем году за прошедший период, в 2020 году уплачиваются за 2019 год по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. В отношении юридических лиц уже исполняется решение Совета городского округа, где установлены единые ставки, единые льготы и единые позиции по каждому из налогов. И, наконец, в конце года был принят основной документ на 2020 год, это бюджет городского округа Щелково. При формировании, надо сказать, что формирование бюджета, планирование бюджета, прогнозирование бюджета является наиболее трудоемким процессом, который связан с неозназначенностью оценок, с принятием каких-то решений. Здесь задействовано большое количество наших и главных распорядителей бюджетных средств и участников бюджетного процесса. Задействованы также данные, которые дают органы статистики, налоговые органы, комитет по экономике. И итоговым документом здесь становится принятие бюджета. То есть администрация разрабатывает проект бюджета, Совет депутатов его рассматривает и утверждает, и орган внешнего контроля, это контрольно-счетная палата, осуществляет внешний контроль за качественными и количественными показателями представленного проекта. Во-вторых, здесь при формировании бюджета необходимо установить, что мы хотим достичь. То есть приоритеты, результаты, целевые показатели. Но здесь надо учесть, опять же, определенные условия. Не хочу повторяться, но тем не менее необходимо, чтобы эти цели и задачи были достижимы. Нет смысла составлять бюджет, если мы не достигнем этих целей, не соберем того объема доходов, который планируем, и не профинансируем те мероприятия, которые запланированы. Кроме того, формируемый бюджет должен быть максимально приближен к действительности, что не исключает его уточнения в процессе исполнения. Естественно, мы не можем все нюансы учесть, которые связаны с изменением бюджетного, налогового законодательства или конкретной ситуации в сентябре или октябре, когда начинаем составлять бюджет. Такие ситуации могут возникнуть всегда. Они могут возникнуть и в середине года. Вот это мы должны учитывать и принимать внимание. Кроме того, бюджет мы должны постоянно контролировать. Там, где возникают какие-то конкретные моменты, которые связаны, предположим, с выпадением доходов, мы должны сразу реагировать. Почему? Устанавливать причины, анализировать причины вот эти, чтобы нивелировать каким-то образом ситуацию и, собственно, возмещать вот эти недополученные доходы. И последнее – это последовательность бюджета. То есть бюджет должен иметь определенную преемственность. Он должен исходить из того, что создается не в безвоздушном пространстве, не на ровном месте. Правильно? Он создается, исходя из конкретной ситуации, исходя из тех показателей, которые мы уже имеем. Конкретно то, что формируется бюджет городского округа, он как бы является производным от того, то, что мы наработали из поселенческих бюджетов и районного бюджета, которые существовали до 1 января этого года. Ну и хочется подчеркнуть основные черты или свойства бюджета этого года. Он не настроен на слишком оптимистичный прогноз. Он является, по большому счету, консервативным по своему характеру, по своему формату. Собственно, вот такая политика вела с последние годы. И она оправдана. Почему? Потому что мы ушли от долгов, мы ушли от кредиторской задолженности. Мы можем в полном объеме финансировать все мероприятия, которые запланированы. Собственно, долгов не имеют всего 20% муниципальных образований Московской области. Я бы посчитал это таким значительным достижением. Мы не берем долги ни у кредитных организаций, ни у вышестоящего бюджета. Собственно, такая политика, такую политику мы планируем проводить и в дальнейшем. Ну то есть шиковать не будем, как говорится. Все в рамках. Еще один звоночек. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Александр Владимирович, подскажите, пожалуйста, вот у нас в городе существует потребность в объектах социального назначения. То есть объекты здравоохранения, детские сады, школы, старые смены. Что-то за счет бюджета предусматривается поправить ситуацию? Каким образом в бюджете запланированы ли средства на строительство, может, новых объектов? Как-то проблема решается за счет бюджета? Социальные объекты, конечно, это первостепенная задача, которая ставится перед органами местного самоуправления района. Городского округа, да. В первую очередь это касается объектов образования. У нас в бюджете этого года это переходящие объекты. Запланирована разработка проектно-изыскательских работ и строительство шести детских дошкольных учреждений и шести общеобразовательных школ. Среди них один вводной объект этого года. Эта школа на 1100 мест в микрорайоне Солнечный. И из других объектов это в рамках областной программы восстановления инфраструктуры военных городков это реконструкция бассейна в Монине. Что касается объектов здравоохранения, то они у нас не запланированы, поскольку эта отрасль, она передана с 2015 года на областной и федеральный уровень. И все расходы, которые касаются отрасли здравоохранения, они ведутся или за счет фонда обязательного медицинского страхования, или за счет областного бюджета. То есть вот эта система, она работает с 2015 года. Да, я поняла. То есть у нас получается так называемый социально направленный бюджет. В общем-то, да, у него основная функция, так сказать, именно социальная. Вернемся к тому, что говорили о рассмотрении бюджета. Я понимаю, что большая работа была проделана действительно. И наверняка рассмотрение самого бюджета было непростым. Вот исходя из ваших слов, все это, в общем-то, было непросто, да, и были какие-то моменты, наверное, очень спорные. Но опять же, как говорится, основные показатели, они определены. И давайте, наверное, о них поговорим, да, 2020 года. Это все-таки это социальное направление. И еще что у нас в показателях за 2020 год? Ну, я бы хотел сначала ответить на вопрос. По легкости рассмотрения? Да, по легкости рассмотрения этого бюджета. Насколько было легко договориться. Здесь надо сказать, что бюджет любого уровня, он является традиционным объектом критики, столкновения различных мнений. Какой бюджет мы не возьмем. Это и федеральный бюджет, это региональный бюджет, это местный бюджет. Это, конечно, неудивительно, поскольку здесь сталкиваются различные взгляды, различные мнения, различные вопросы, да, интересы. Если местные бюджеты, это касается именно жизнеобеспечения населения, то есть социального самочувствия нашей территории. И, естественно, здесь определенные споры, причем горячие споры, они были и на публичных слушаниях, которые проводились по проекту бюджета, и на заседаниях постоянных депутатских комиссий, что не секрет, и в самой администрации, между различными структурами администрации, где каждый отстаивал свою позицию. Но, в конце концов, мы пришли к консенсусу, и, собственно, приемлемый бюджет, он был принят Советом депутатов уже в декабре. Главное, на что хотелось бы обратить внимание в этой связи, что бюджет должен быть сбалансированным. То есть доходы, они должны покрывать все расходные полномочия. Нельзя раздувать бюджет по расходам, исходя даже из самых хороших соображений. К чему это приведет? Это приведет к долгам, это приведет к разбалансированности бюджета, к дефициту бюджета, к созданию просроченной кредиторской задолженности, и, в конечном итоге, к потере управляемости бюджетом. Ситуация у нас такая была, ну, примерно 4-5 лет назад, и не хотелось бы поэтому к ней возвращаться. Поэтому сбалансированность бюджета, она должна быть краеугольным камнем для того, чтобы решать наши основные задачи. Если касаться основных показателей исполнения бюджета, здесь следует отметить доходную часть. Опять хотелось бы обратить внимание на доходную часть. Она складывается следующим образом. Основную часть составляют налоговые доходы, более 90% налоговые доходы. Главный наш источник – это налог на доходы физических лиц. Второй источник – это имущественные налоги. Третий источник – это налоги, которые взимаются по специальным налоговым режимам. И наши неналоговые доходы. Причем первый налог на доходы физических лиц, он составляет больше 60%. Остальные доходные источники, они составляют порядка 10%. Незначительные доходные источники я не буду упоминать. Ну и когда мне говорят, бюджет должен иметь социальную направленность, у меня сразу напрашивается вопрос, а какой же он должен быть-то? Естественно, местный бюджет, он и должен быть социально направленным. У нас нет расходов, предположим, на оборону или международной деятельности. Это было бы неправильно. Бюджет местного самоуправления, он и должен быть приближен к населению. Он и носит социальную направленность, и таким будет всегда. И вторая особенность бюджета – это то, что он составлен в программном формате. На территории городского округа действует 19 муниципальных программ, которые сопряжены с государственными программами Московской области. Ну, сразу возникнет вопрос, а для чего нужны программы? Жили какое-то время в плановой экономике без программ, и вроде бы этим и обходилось. Собственно, для плановой экономики этот бюджет был наиболее приемлемым. Скажем так, он соответствовал тому времени, в котором и работала плановая экономика. Значит, бюджет теперешний, он должен учитывать то обстоятельство, что по большому счету населению, ну, неважно, если они не являются специалистами в финансовой сфере или проявляют повышенный интерес бюджета, им неважно, по большому счету, сколько денег вложено в то или иное мероприятие. Им важно получить качественные услуги большего объема и лучшего качества. Вот что важно населению. Сам бюджет как таковой, цифры бюджетные, они не отвечают на этот вопрос. Поэтому программы, они и призваны ответить на вопрос, а что мы получим в результате того, что вкладываем деньги. Поэтому в настоящее время существует такое понятие, как экономическая эффективность бюджетных расходов и социальная эффективность бюджетных расходов. Ну, экономическую эффективность бюджетных расходов, ее достаточно просто посчитать. Классическим примером является 44-й, 223-й федеральный закон, это экономия при закупках. А социальную эффективность, ее достаточно трудно посчитать, поскольку здесь вступают в свое действие показатели, которые говорят о насколько население удовлетворено качеством и стандартами тех услуг, которые предлагаются. Эта система, она внедрена сравнительно недавно. Конечно, это очень болезненная тема, но тем не менее, именно на решение вопроса социальной эффективности и призваны дать ответ муниципальные программы, которые составляются сейчас. Объемные показатели бюджета по расходам. Самая большая доля падает на систему образования. Это детское и дошкольное образование, среднее и общее образование и дополнительное образование. Более 60% всех расходов. Системы культуры и спорта, они составляют в целом порядка 15% расходов. Системы жизнеобеспечения, это жилищно-коммунальные, дорожные хозяйства, также составляют порядка 15%. Все остальные расходы, включая расходы на управление, ну, оставшуюся часть. То есть вы видите из этих цифр, что в основном бюджет является социальным направленным и призван обеспечить решение задач, которые связаны с обслуживанием населения, который проживает на данной территории. Еще одна особенность бюджета, следует отметить, что мы активно участвуем в государственных программах Московской области, поскольку капитальные затраты, это касается строительства, капитальных вложений, школ, детских садов, других социальных объектов, мы не в состоянии даже при самом хорошем, при самом оптимальном исполнении бюджета сами решить. Поэтому областной бюджет, он участвует в решении наших программ, которые касаются капитальных затрат, в частности и в строительстве школ, и в строительстве детских садов, и в решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Расходы областного бюджета, они составляют более миллиарда рублей на текущий год. Ну и последний показатель, который касается бюджета, это дефицит бюджета. Дефицит бюджета у нас утвержден дефицитом в 400 миллионов рублей, но не надо пугаться, поскольку эта разница между доходами и расходами в пользу последних, она у нас покрывается за счет остатков денег, которые мы имеем на 1 января этого года. То есть ни к кредитным ресурсам банков, ни к каким-то другим заемным средствам мы не прибегаем. То есть это наши заработанные деньги? Наши заработанные деньги, с учетом как районного бюджета, так и поселенческих бюджетов, которые влились в наш состав. Я так понимаю, что все равно некие корректировки вносились, и раз уж мы говорим о том, что, скажем так, все это довольно непредсказуемо порой, какого рода корректировки были внесены в бюджет? Здесь бы я уточнил, это не корректировки, а при обсуждении проекта бюджета здесь вносились предложения и замечания по результатам публичных слушаний, по результатам рассмотрения проекта бюджета на заседании постоянных депутатских комиссий. Такие корректировки, безусловно, были внесены и учтены. Ну, самое значительное предложение, которое было учтено, это проведение проектно-изыскательских работ, которые касаются строительства второй очереди моста через Клязьму. То, что мы сделали сейчас, это только был первый этап. Второй этап, это занимает проектирование, поскольку первый этап решения вот этой задачи, просто первый этап и не делай что-то дальше, это, по сути дела, тупик. Поэтому вторая очередь, она обязательно будет строиться. На этот год намечено разработать проектно-изыскательную документацию. Стоимость ее оценена в 57 миллионов рублей. Дальше, улучшение комфортной среды, создание комфортной среды еще потребовало 10 миллионов рублей. Более, около 20 миллионов рублей направлено на дополнительно комитету по физической культуре и спорту. И небольшие суммы были направлены на ликвидацию незаконных рекламных конструкций и ликвидацию незаконно установленных торговых палаток. Вот основные все те замечания, которые были учтены в окончательной редакции бюджета. Скажите, а корректировки, они в последующий период, они могут также вноситься? Да, при выточнении проекта бюджета мы будем рассматривать, обсуждать все замечания, все предложения, которые поступят, и уже выносить на рассмотрение Совета депутатов, нашего представительного органа, окончательную редакцию с учетом принятых или непринятых предложений. Александр Владимирович, хочется отметить очень важный момент в вашей работе. Это то, что, во-первых, уточню, что у нас нет долгов, это очень важно, что бюджет у нас исполняется, что вы учитываете все риски, и мы надеемся, что с такой проработкой всего этого мы действительно будем развиваться. А еще один момент, мы, наверное, можно не то, что похвастаться, но гордиться тем, что достижения нашего местного экономического управления, они поощряются и награждаются, и учитываются, и грамоты вам присваивают, и благодарят вас, и я знаю, что вы входите в рейтинг, вы можете рассказать об этом, это действительно важно. Пусть это будет не скромно, но и об этом нужно сказать, действительно. Что это за поощрения такие? Ну, на два года подряд наше муниципальное образование признается наилучшим по качественным показателям составления бюджета. Это отмечено в распоряжении правительства Московской области. И в числе трех муниципальных образований наши коллеги из Ивантеевки, из Риутова тоже, из всех муниципальных образований удостоились такой чести. Нам выделено в этой связи из областного бюджета 20 миллионов рублей. Ничего себе. На муниципальное образование. Кроме того, по результатам исполнения бюджетов за 2019 год, мы отмечены на федеральном уровне, как лучший из муниципальных образований по качеству исполнения, по качеству управления муниципальными финансами. Вот два таких приятных момента, которые мы, собственно, ощутили в прошлом году. Это приятно. Еще я знаю очень интересный факт. Вот в библиотеку часто захожу в нашу, на Пушкина, говорю, что вы там постоянный гость, который заходит туда и берет книги по части экономики. Нравится вам читать все-таки? Это интересная наука о ведении хозяйства? Безусловно, интересная наука, да. Если не будем развиваться, то впадем в стагнацию, что нам не надо, да. Поэтому, безусловно, просто замыкаться на муниципальном образовании нельзя. Мы должны двигаться вперед, осваивать новые технологии исполнения бюджета, его формирования, то есть всегда шагать в ногу со временем. Ну, я думаю, что должно это у нас получаться. Я надеюсь, что наш бюджет, он будет пополняться. Я надеюсь, что он будет исполняться. И очень хочется пожелать, чтобы рабочие места оставались, прибавлялись, чтобы бизнес развивался, чтобы все, из чего складывается экономика, да, вот это домашних, ведение вот этого хозяйства, оно, так сказать, было в копилке у нас, и чтобы, если мы его расходовали, расходовали правильно, позволяли себе иногда, может быть, где-то, как говорится, шикануть, но в меру, но чтобы доходная часть у нас всегда превышала расходную. Я вас благодарю за очень интересную, и, ну, пусть она такая достаточно узконаправленная, но все же очень важная беседа, потому что, ну, бюджет это наше фактически все. Благодарю вас за интересную беседу, и нашим телезрителям желаю, чтобы и ваш бюджет, в том числе, пополнялся. Ну, мы будем рассказывать вам самое интересное, что происходит в нашем городском округе, в том числе и с точки зрения экономики. Это была программа «Диалог». Всего вам доброго, до новых встреч. На такой позитивной ноте и закончим передачу, да? Всего доброго. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова